Народ, привет! Знаете, куда мы сейчас приехали? Деревня Наследие в Абу-Даби. Называется Абу-Даби, Закаритэйч Виллэдж. Были мы в похожем месте в Дубае, но, по-моему, когда мы заблудились ночью, так мы туда и не заходили. Показали вам тогда рыбаков, известные памятники. Сейчас мы в Абу-Даби. И вперед, все с нами, начинаем нашу экскурсию по истории столицы. Знаем, что первое здание было Эль-Хосен, замок. Мы про него сняли несколько видео. все оставлю в описании. И вот такая зелень нас встречает. Сейчас, кстати, 6 вечера, и все еще светло. Уже интересно, да? Да, уже видно историю. Дай-ка я отдалю, наверное. Сейчас узнаем, вход платный или бесплатный. Я думаю, что вход бесплатный должен быть. Ну, идем. А вон расписание написано. Да, обычно, кстати, сегодня пятница, но обычно она работает до трех, а сегодня сыт трех должна работать. Я думаю, что это Эль-Хосен зеленый спрашивает. С девяти до четырех. Давайте я вам покажу, кстати. Вот, смотрите, в обычные часы, если видно вам, оно до четырех, а сейчас с трех тридцати до девяти. Сейчас, наверное, пройдем охрану. И тогда, да, покажем зеленую программку, без которой бы в Абу-Даби никуда. И, наверное, тогда уже снова включусь. Все, народ, вошли. Все мы уже... Все мы, мы с Наташей, мы вошли уже. Там нас сканировали снова на этот тест. А смотрите, какая уточка здесь. Да, у охранника был телефон, и он телефоном нам показывал, что у нас отрицательные. Боже, какой красивый. Ты видела когда-нибудь вблизи? Какой цвет зеленый, а черный, коричневый. Красиво, красиво. Красавец. Да, постой, здесь я покажу, что вон в том домике вы проходите, в том домике вы проходите, вам охранник еще телефончиком, он сканирует еще вас, как бы вашу температуру. И там возникает зеленая картинка, негативный, вы можете проходить. Просто рассказала, как это здесь все работает. Мало того, что мы показали зеленую программу, так еще надо обязательно, чтоб вас мобильным телефоном таким, знаете, так к колбу, негативный, проходите. Ну, мы негативные, слава богу, настроение позитивное, сейчас будем все... Ну, так так, традиционный кофейничек, традиционная бахурница. Это не бахурница, это же кувшин. Это же кувшин. Да вот же. Я говорю, традиционный кофейничек, традиционная бахурница. Утя улетела. Я думаю... Утя улетела? Ну, только что вспорхнула, улетела. Так Утя в порядке. Утя в порядке еще как. Утя молодец. Представляешь? Кстати, мы хорошо приехали, так к заходу уже не жарко. Я думаю, зачем вообще очки с тобой потянула. Ну, зато стильно выглядишь. Ну, спасибо. Мне нравятся вот такие башни, много таких башен. У нас в Эляйне и в Дубае. То есть это, в принципе, древние строения, где жили эмирадцы. Вот, смотри, даже написано на разных языках мира «Добро пожаловать». И на русском тоже предпоследний. Надо же так... Ой, тут что-то будет, смотри. Ну, наверное, может, какое-то шоу готовится. Интересно. Даже моречка видно за этим всем. А что это такое? Это магазин какой-то или это? Это мини-музей. Про него писали. Ну, давай зайдем, посмотрим, что это такое. Мы чего-то сюда пришли. Мини-музей, да, давай. А, кстати, а мы знаем... Я не знаю, например, это... Ну, построили, чтобы как бы наследие... Тут не было этого ничего. Я думаю, что построили. Построили? Угу. И посмотри, как красиво цветет. Боже, какой цветок красивый. Как нарисованный, да? Угу. Я таких растений не видела еще. Большая красота, реально. Так, ну, давайте зайдем в музей. Надеюсь, снимать так можно. По крайней мере, я пока еще не увидела, какая лампа красивая, не увидела надписи не снимать. О! Кстати, очень много мы показывали и в форте Эль-Джахиле, в моем любимом месте в Эляйне. Оставлю видео. Посмотрите обязательно древние фотографии, как это все было. Про шейха Зайда, про великого путешественника, который всю пустыню сходил с шейхом Зайдом. Тоже интересно. А вот и Белая мечеть. 68-й год, да? Мне нравится машина. И машина все. Интересно, они чинят или типа такие, вау, это машина, и откроют. Нет, трое дают советы, четвертый на этот, а потом крылья на этот. Вот, и начинается все с книг. Такой. Очень дует кондиционер, но кофточку что-то одевать не хочется. Вот шейх Зайд, конечно же. Интересно, здесь, кстати, есть фотографии Уилфреда Тессинджера, того самого путешественника, который прошел всю пустыню с шейхом Зайда, друга шейха Зайда, которого там замечательный музей, который делал просто потрясающие фотографии. Это монетки, наверное. Вот очки надо приподнять, кстати, ничего не видно. Коллекция монеток. Смотри, смотри, это что, да? Это он мечети? Разработка белой мечети, да? Да, макета. Шейх Зайд, да? Ну, шейх Зайд, да, он не должен был открытия. Но он там похоронен. Да, но он там похоронен. Мы показывали эту могилу, кстати. Ее снимать нельзя, но мы умудрились ее снять. Значит, здесь монеты, не буду заострять внимание, к тому же почему-то камера отсвечивает меня оружие. Ну, такой же большой музей. Здесь в гулянии есть оружие, мушкеты и такие какие-то длинные, длинные ружья. Наверное, сделаю вам меньше. Длинные ружья, мушкет-пистолет. Ладно, так я называю, не знаю, что это на самом деле. Я думаю, что мушкеты. А вот отсюда просто семафорит, барабанит холодный воздух. Спасибо, конечно, я вам даю ножку. Вообще, конечно, интересно, что так рассмотреть, вот долго постоять, рукоятки красивые. Смотрите, здесь узор какой, здесь узор какой, другой узор. Ну, интересно. Дети балуются. Ой, какие мечи красивые. Ну, вообще, это какой-то, как из мультика или древнего фильма, он переломан, кстати. Интересно. А вот изогнутые мечи. Я даже удивлена, что они такие есть. Мне напоминает почему-то самурайские какие-то. А я такой прямой, как у викинга. Тоже с красивыми узорами, кстати. Если так преувеличить, точнее увеличить, узоры очень красивые. и ручки необычные. Сначала издалека показалось, что это ручка-лявушка, честно. Мужчина с женщиной читали надпись. Здесь надпись. Это деревянный меч шейха какого-то 13-го столетия, по-моему. Могу ошибаться. Ну, хрященное писание, конечно же, на арабской вязи. Наташке все интересно. Монетки, все такое. Классно. Ну, кстати, очень много людей в музее. Сейчас вернусь к Наташе. Наташ, кстати, помнишь, ты говорила про музей Эляйна? Вот в Эляйне немножко больше музея. Мы к ним не попали, потому что он был закрыт уже. Бронзовая, серебряная монета. 41-45-е года. СССР. СССР точно. Не заметила? Ты знаешь, честно, у него очкам все-таки плохо видно. Нет, это же надо присматривать. Ну, народ, как вам в музей? Не зашли бы в такое. Ну, честно, минут на пять так нормально зайти, а вот снять вам видео, а потом, наверное, посмотреть все самостоятельно, обстоятельно. Сейчас перевожу, действительно, что интересно. Вот эти вот монеты большие и часы. Часы точно принадлежали шейхам и правителям. Я уверена, они бы здесь не оказались, а вот такие вот часы. Вот, Патрик, Филиппс, часы, Филипп, им больше ста лет. Давайте попробуем вам показать. Часам больше ста лет. Ну, наверное, золото здесь. Вот, секундомер, ну, точно, мне кажется, у меня такой секундомер дома был в детстве. Наверное, ошибаюсь, странно. Так, мечи снова красивые, какие прям шпага. Красивые мечи. Снова прям холодный воздух меня прям сдувает, честно. Прям топорик такой, тюк, и все. Что-то мы прошли, по-моему. Писание. Видимо, внещися кастерфоном разрублено уже под временем. А, да, напополам поломался видео. Да, я останавливалась, потому что очки окончательно запотели, и вообще я ничего не видела. Сейчас просто присяду, покажу эту красивейшую вазу, но заодно спрячусь от кондера. Ох, какие мечи здесь. Это вот это история, история. И музеев таких, по-моему, в Дубае нету. Такие музеи находятся в Эляйне и в Абу-Даби. Красивая какая рукоятка. Ну, дайте-ка увеличу, даже саму заинтересовала. Красиво. Такой нож зеленый малахит. пряничный мушкет. Смотри, какой красивый, его съесть хочется. вот такой нож. Мы видим часто. Ой, что, перехватило дыхание. Это национальный нож, я не знаю, как кинжал, а это мужские пояса. может быть даже серебряные. Это вот от мундштук. Да, мундштук, так сказать. Для курения. Я хочу сказать, когда нет особой истории, показывай деньги. мундштук. А часы часы. Сейчас подойдем. Еще шейх Мохаммед, который вице-президент эмиратов. по-моему, шейх Мохаммед справа. Подожди, даже не по-моему, это шейх Мохаммед, который вооруженных сил, кронпринципу. Справа, посредине. посредине. Слева президент? Слева, да. Как с президентом? Нет? Халифа, да. Президент эмиратов, да, да, все правильно. Сейчас. Вот шейх Зайд. Много есть видео про него, действительно интересно. Посмотрите, великий человек, единственный президент, которого я знаю, там взял и поделился с народом. Вы других таких президентов знаете, я не видела таких больше. Эти вот кинжалы. Очень, кстати, много и брелков есть, и красивые. Знаете, мы на подарки покупали, очень красивые. Ну, я думаю, что если был бы другой металл, возможно, бы еще не, как бы, не долежал бы здесь. Стрелы с луком. Знаете, что здесь, это пассивные работы, да? Пассивные? Да нет, это какие-то ритуальные. А, я думаю... Что эти трезубки, посмотри, какой красивый. Ну, это я думаю, что это ритуальные, это копья, это наконечные кинокопья, ну, да? Ну, я пошутила, думала, посевная, может, начиналась тоже у людей. Ну, вот такой, вкратце, музей небольшой, уже можно показать его полностью, можно показать, что здесь еще есть камни. Ух ты, а что? Вот смотри, а вот на арабском все. Ну, хотелось бы и на английском хотя бы, ребята. это агат, похоже, что, не знаю. И монетки. и откуда это? А это коралл, или что это красный? Что-то я пропустила еще, кстати, вот тоже монетки, и такие вот красивые или игрушки, или изделия, петух, наверное, ослик, барашек, яйца, на Пасхе, боже, как дует, кошмар, Наташ, не стоит, а ключи, замки. Ну, вот такой музей, смотрите, ну, прикольно. Наверное, уже здесь мыть вам показала, просто самой было интересно, действительно. Но, опять-таки, это наследие, и это музей, и это, ну, вот то, что, наверное, вы в Дубае не увидите, кстати. Кто знает места, где в Дубае есть такие вещи, пишите, будет интересно. Фу, замерзла я там, слушайте, как приятно выйти. Вот так люди в отзывах и писали, что маленький музей и деревня наследия, где единственное место в Абу-Дабе, где вы можете посмотреть в историю. Ну, я бы сказала, что еще вообще-то можно посмотреть историю в прекрасном замке Эль-Хосен. Очень мало туристов знает, даже не очень хотели идти, зато потом сняли там два шикарных видео и еще две выставки. В том числе, страшилку про Махиру сняли, у котейка симпатичный. Еще бы советовали пойти в Эмирейтс Пелос, обязательно самый дорогой отель. Еще можно посмотреть, конечно, Эль-Вата на его супер-шоу. Так что много мест, где можно пойти, но вот историческое, конечно, это Эль-Хосен и это деревья наследия. Эль-Хосен вообще первое здание Абу-Даби. Красота! Просто звук послушайте, пока Наташу жду, как птички поют. Птички поют. Красота! вот наташа уже вышла довольно посещение музея еще вход бесплатный мы это не сказали мне да вообще на территорию бесплатно мне не понравилось что это музей какой-то не ухоженный да в том плане что могло быть почище конечно да и поинтереснее что это наименование ну да особенно камни мы расстроились что увидели камни и нет названия да еще спросила сюда можно ли выйти конечно можно вот кстати такие вот глетчики постоянно висели и в парке эль джахи или форт и в шейх азайда дворце где мы были вот классно здесь можно выйти на пляж красиво небоскребы и сейчас отлив опять начался до я так тихонечко перевела там чтоб женщины нервничали не дай бог что мы их снимаем я смотрела по карте это реально бич бич этого хорита чудо красиво и флаг так стоит да такой ветер как будто в замедленной съемки а ветра как бы нет да ну красота красота чего я решила что наверное хорошо что перепутать